Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Вот мы и рассмотрели с вами все нюансы ухода за кротоном. Кто не видел эти видео, то ссылки я оставлю в описании. А сегодня немножко отклонимся от ухода и уже по традиции нашего канала поговорим о приметах и суевериях о кротоне. Кротон – невероятно красивое растение, приносящее своему владельцу уникальные преимущества. Однако оно требует к себе особенного обращения. В противном случае его магические способности могут нанести немало вреда нерадивым хозяевам. Существуют приметы и суеверия про кротон, отражающие его суть. Благодаря им он приобрел славу не только защитника жилища и помощника в отношениях, но и опасного и ядовитого растения, которое якобы может нанести существенный вред. Можно ли держать дома кротон? Кротон – одно из самых популярных комнатных растений в связи с его твердой и яркой листвой, обеспечивающей атмосферу осени в течение всего года. Восхитительный цвет листвы кротона не только завораживает взгляды, но и отвлекает от настоящей его сущности. Это растение ядовитое, поэтому контакт с ним часто заканчивается проблемами с кожей и здоровьем в целом. Ухаживать за кротоном следует только в резиновых перчатках, а устанавливать лучше высоко, чтобы не допустить контакта с детьми или животными. Астрологи утверждают, что кротон содержит в себе энергии Земли, Меркурия и Солнца, что сильно улучшает качество жизни человека. Что касается воздействия на домашнюю обстановку, то осторожных людей кротон точно отблагодарит. Его необычайная энергетика дает силы для наведения порядка в доме, отпугивает злых людей, вселяет уверенность и даже снимает склад. Кроме этого, кротон усиливает деловые наклонности хозяев. Его чудодейственные силы помогают улучшить взаимопонимание всей семьи, помогают трезво мыслить и избежать ненужных ссор. Особенно полезен тем, кто только что создал семью. Основные приметы про цветок. Наиболее полезные черты растения по народным приметам – это помощь в наведении порядка в доме, придание уверенности и решительности. От бессонницы и для достижения семейного благополучия стоит выбрать другое растение. Кротон больше подходит для деловых людей. Отличный помощник при конфликтах с окружающими. Если хозяин кротона не отличается решительностью и постоянно затрудняется в выборе подходящего варианта, зеленый питомец поможет стать увереннее. Растение дает возможность избежать необдуманных поступков и наделяет своего владельца мудростью. Если поставить кротон в офисе, у вас никогда не будет серьезных конфликтов и все сотрудники будут в отличном рабочем настроении. Их профессионализм будет развиваться с невероятной скоростью. Идеальный оберег от ненужных людей. Он сразу блокирует негативную энергетику и уничтожает злые мысли завистника. После этого плохие люди больше не захотят к вам прийти. Растение способствует очищению ауры дома и создает в нем комфортные условия. Существует поверье, что с появлением кротона жизнь его хозяев становится размеренной, исчезает беспорядок и ссоры. Согласно приметам, кротон избавляет человека от уныния, меняет его взгляды на жизнь и раскрывает скрытые таланты. В результате его хозяин способен реализовать свои возможности и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Кротон зацвел означает начало конфликтов и проблем в семье или на работе. Чтобы этого не произошло, необходимо от него избавиться, выбросив вдалеке от дома. Кротон обладает невероятными свойствами, лучшие из которых наделять жилье положительной энергией. Так его владелец становится здоровее, как духовно, так и в физическом смысле. Установите кротон в помещении с самой неблагоприятной атмосферой. Если в квартире, то в комнате, где обычно собирается вся семья. Если на работе, то на своем рабочем столе. А лучше преподнести его начальнику в качестве подарка. Положительные действия. Кротон идеален для творческих людей, так как он дает вдохновение и настрой на достижение своих целей и создание самых невероятных творений. Для творчества. Две основные особенности растения позволяют человеку собраться и добиваться своей цели. Тем, кто не умеет поддерживать распорядок дня, кротон помогает вовремя вставать, выполнять необходимые дела и даже организовать порядок на рабочем столе. Чтобы весь мир узнал о ваших способностях и увидел ваши работы, кротон придаст решительности, которой никогда не бывает мало. Кротон дает возможность выйти из творческого кризиса и настраивает на правильное восприятие жизни. А для склонных к депрессиям людей, кротон – незаменимый друг в доме. Влияние на красноречие. По приметам, одной из особенностей цветка является содействие в выборе нужных слов в разговоре и снятии неуверенности. Неразговорчивых он не сделает коммуникабельными, но поможет устанавливать нужные контакты. Многие фрилансеры вынуждены часто договариваться с клиентами. Благодаря кротону они смогут полюбить телефонные разговоры, уверенно говорить и общаться по скайпу без зажатости. Ну и польза для здоровья. Многие не знают, что кротон может помогать в лечении многих патологий – надпочечников, почек и мочевого пузыря. Что касается комфортной домашней обстановки, здесь следует быть более реалистичными. Кротон более склонен превращать хаос в порядок, чем успокаивать и дает возможность принять жизнь такой, какая она есть на самом деле. Это прекрасный вариант для того, кто не желает мириться с настоящим, а хочет изменить его к лучшему. Пестрые растения приносят в жизнь своего хозяина гармонию, отточенный режим работы и быта. Конечно, следует приложить некоторые усилия, чтобы достичь этого. Зато потом вы сможете жить не только эффективно, но и с удовольствием. Ну а кому кротон принесет неприятности? Это уникальное растение обладает и негативными характеристиками. Так как кротон относится к молочаевым, он ядовит. При попадании его сока на кожу может возникнуть сильная аллергия. Поэтому семьям с детьми лучше отдать предпочтение менее опасным растениям. Отдельные положительные качества при некоторых обстоятельствах могут давать обратный эффект. Например, не рекомендуется выращивать это растение неспокойным и истеричным людям. Растение увеличивает энергию и добиться спокойной обстановки рядом с ним практически невозможно. Любителям много и громко разговаривать. Если кто-то из домочадцев слишком общительный, покоя в доме можно не ждать. Трудоголикам кротон способствует увеличению работоспособности, а многие люди забывают об отдыхе, сне и необходимости уделять время семье, легкомысленным людям, принимающим необдуманные решения. Цветок делает их еще более спонтанными. Ну и фэншуй о кротоне. Любое растение приносит в дом живую энергию, благополучие и процветание. Именно поэтому не рекомендуется держать в нем сухие или погибшие растения. Не следует устанавливать растения в южной зоне. Напротив, в углах они позволяют затаиваться энергии ци. Позитивная энергия растет прямо пропорционально объему, яркости и цветению кротона. Кроме этого, каждое растение относится к определенному типу. Начало – инь, женское, янь – мужское. Фэншуй требует равномерное количество обеих типов. Кротон относится к началу – инь, олицетворяет женственность, покой и защищает дом от злых людей. В Азии это растение считается символом силы, позволяющей человеку завершить любое дело и мотивировать его добиться своей цели. Подросткам помогает научиться отстаивать собственное убеждение. Не существует другого растения, кроме кротона, способного бороться с чрезмерным эгоизмом, дающий возможность обратить внимание на чувства окружающих людей. Не следует ставить кротон в спальне, но всегда нужно следить за своими внутренними ощущениями. Грамотное расположение и хороший уход позволят добиться позитивной атмосферы в доме. Чтобы хорошо высыпаться, не стоит ставить растение около кровати. Лучше выносить его на всю ночь из комнаты. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Напоследок хочу только напомнить вам, что это всего лишь приметы и суеверия. И верить в них или нет, это уж личное дело каждого из вас. Ну а выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И вы всегда и все будете знать о своих комнатных растениях. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч.